Сирийская армия В разговоре с Эрдоганом заявил, что вмешательство в Ливию лишь усугубит ситуацию. Анкара готова решить проблему Идлиба военным путем до конца этого месяца. Многочисленные статьи о деятельности Комитаса на западноармянском языке были изданы в одной книге. Дело начинается 9 мая 2016 года. Президент Армена Кабравян справедливо предлагает проект Конституции. Для Западной Армении этот проект Конституции принимается единогласно в парламенте, за исключением одного человека, президента парламента Армена Тер-Саркисяна. Согласно Конституции, основанная на полупрезидентском функционировании, спикер парламента, в данном случае Армен Тер-Саркисян, который играет в игру премьер-министра Тиграна Пашибазяна, должен разделить полномочия по принятию решений с президентом республики. Второй этап этого дела продолжается, когда президент Армен Акабравян предлагает закон о ратификации сербского договора. Этот закон принимается также единогласно, за исключением одного голоса, который принадлежит президенту парламента Армену Тер-Саркисяну с его псевдодиктатурой. Находясь в России, этот человек, не принимая во внимание правила ратификации, указанные на последних страницах соответствующего договора, прямо выступает против президента республики. Ситуация для двух сообщников была невыносимой. Пресловутый премьер-министр Тигран Пашибазян направил заявление об отставке президенту республики 30 марта 2017 года. Президент республики Армен Акабравян после нескольких недель размышлений принял отставку Тиграна Пашибазяна 31 мая 2017 года. Покидая структуру печально известной Тигран Пашибазян, собой уводят Армена Тер-Саркисяна и нескольких других заместителей, и несколько членов правительства. Так, в июне 2017 года они начали создавать еще одно правительство Западной Армении, которое, по сути, основано на Фейсбуке, без видимой операционной структуры. Первый акт этой диссидентской группы Тиграна Пашибазяна после того, как он провозгласил себя премьер-министром и назначил так называемого президента Радика Хамуяна, сохранив при этом Армена Тер-Саркисяна и Армен Ака Хармен Даяну, состояло в том, чтобы приговорить президента Армен Ака Абрамяна к смерти. Это стало, конечно, предметом уголовного производства. В дополнение к странице в Фейсбуке этой диссидентской и преступной группе, неспособной сформировать реальную и представительную структуру, принадлежит сайт «Ной Антапан», базирующийся в Ереване и, как недавно стала известна французская электронная газета «Ной Антапан». 7 августа 2019 года в мемориальном пантеоне Яраблур, День памяти бойцов Ассалы и в присутствии Вазгена Сесляна, президент Армен Ака Абрамян встретился лицом к лицу с Радиком Хамуяном и отметил «Вы подписали мой смертный приговор, но я теперь стою перед вами, а что вы будете делать?» В ответ печально известный. Радик Хамуян поднимает ногу, чтобы ударить президента Армен Ака Абрамяна, который избегает удара. Вазген Сеслян просит президента Армен Ака Абрамяна не отвечать на эту провокацию. В ответ на статью, распространенную французской «Ной Антапан» и подписанную диссидентской и преступной группировкой в рамках 9-й годовщины формирования правительства Западной Армении, 4 февраля 2020 года президент Армен Ака Абрамян обращается к донорам этой диссидентской и преступной группе. Будьте более щедрыми, когда хотите поддержать преступников и узурпаторов, которые действуют против Западной Армении. Он подчеркивает следующее. Средства, предоставленные этими вредными спонсорами, а также политическая и финансовая поддержка, предоставленная этими преступниками и известная нашим внутренним службам, недостаточная для того, чтобы повредить или разрушить государственное устройство Западной Армении. Президент Арманак Абрамян, премьер-министр Гарник Саркисян, правительство Западной Армении, депутаты парламента Западной Армении и весь политический класс Западной Армении осуждают эти действия и акты с целью разрушения государственного устройства Западной Армении. Несмотря на многочисленные попытки с 2004 года, ни одна государственная власть во главе с преступными группировками не смогла и не сможет нанести ущерб государственному устройству Западной Армении, и Западная Армения систематически укрепляется. В знак солидарности с законным правительством Западной Армении вы можете отправить это сообщение Нойану Тапану по следующему адресу. Статья Фабиена Бузанка Джеймс Джеффри, специальное послание к США в Сирии, выразил протест против Дамаска. Москвы и Тегерана также, заявив, что они не могут одержать военную победу в Сирии. Он также отметил, что Вашингтон поддерживает Турцию. Спутник Франции попросил франко-сирийского политолога Басама Тахана проанализировать ситуацию. Когда Россия, Иран и Асад поймут, что они не смогут без нас извлечь из этого пользу или не смогут столкнуться с Турцией, тогда они поймут, что пришло время вернуться за стол приговора в Женеве, чтобы разрешить этот конфликт дипломатическим путем. Джеймс Джеффри, специальный представитель Соединенных Штатов по Сирии, казался сильным 13 февраля. В заявлении, опубликованном через Твиттер в посольстве США в Анкаре, дипломат заявил, что правительство Сирии и его российские и иранские союзники не могут зафиксировать военную победу в Сирии. Он воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть, что Соединенные Штаты полностью согласились с Турцией в отношении своего присутствия в Сирии, чтобы защитить свои жизненно важные интересы в борьбе с беженцами и борьбе с терроризмом. Накануне он встретился с рядом турецких чиновников в Анкаре. Полную статью вы можете прочитать на нашем сайте. Из-за снежной лавины на перевале Сахара в провинции Ардахан в Западной Армении дорога была закрыта на два часа. На место прибыли аварийные службы. Благодаря двучасовым усилиям дорога была открыта для транспортных средств. Сообщалось, что в результате лавин никто не пострадал. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Раджепом Тайпом Ардаканом заявил, что продолжение вмешательства в Ливию лишь усугубит ситуацию. Об этом говорится в распространенном воскресенье вечером. Сообщение заместителя пресс-секретаря Белого дома Джада Дира передает ТАСС. Если силы и лояльные Башару Асаду не прекратят атаковать Идлиб, турецкая армия должна будет вмешаться. В ближайшие дни заявил президент Турции Раджеп Тайп Ардакан в своей речи в Стамбуле. Решение кризиса в Идлибе заключается в следующем. Сирийская администрация должна как можно скорее остановить атаку и вывести войска, разместив их на основе предыдущих договоренностей, отметил он. В противном случае мы решим этот вопрос до конца февраля. Мы были бы рады, если бы это можно было решить с помощью наших друзей. Мы также готовы действовать в одиночку, отметил президент Турции. Освещение деятельности комитаса в Ортапето включает в себя обзоры деятельности комитаса в Константинополе и соседних провинциях, а также обзоры западноармянских газет и периодических изданий о первом периоде деятельности в Египте. Как сообщает Армен Пресс, презентация книги французско-армянского музыканта Армена Григорян состоялась 15 февраля в музее-институте имени комитаса. Ссылаясь на источники, Григорян подчеркнула, что в турецких архивах почти нет информации и даже нет откликов прессы, нет перевода о комитасе, и призналась, что написание книги было трудным делом, поскольку для заметок требовалось очень много времени. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сасунгамульт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА